Я хотел бы выучить JavaScript, так и чай головой, брат, под этот бит. Я хотел бы влюбиться в алгоритм, так танцуй, брат, со мной, под этот ритм. Я хотел бы выучить JavaScript, так и чай головой, под этот бит. Я хотел бы влюбиться в алгоритм, так танцуй, брат, со мной, под этот ритм. Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Привет, красавчики-чемпионы! Те, кто увлечен на шаг за шагом, не боясь трудностей, пытается изучить программирование, пытается понять программирование. Меня зовут Дмитрий, я опытный фуллстек-разработчик, немного архитектор, руковожу командой разработки, руковожу обучением. В общем, на данном курсе JavaScript Put Samurai я научу тебя как раз таки понимать программирование. Если тебе будет много вещей тормозить твое развитие, тебе нужна будет помощь, обращайся на наш сервис Help to Debug за платной менторской помощью с поминутной тарификацией. Действующие разработчики, при этом еще опытные менторы помогут тебе быстро решить проблему. Но также не забывай про то, что есть бесплатная взаимопомощь. Вы, студенты, обучаете друг другу, помогаете друг другу, прокачиваясь самостоятельно, в том числе, благодаря этому. И помогая тем, кто слабее вас. Наверняка ты тоже слаб, и тебе кто-то сильнее тебя поможет. Поэтому не игнорируйте данный способ обучения и помощи друг другу. Все ссылки будут в закрепленном комментарии к этому видео. Тема сегодняшнего урока это функция, друзья. Функции, конкретно функции, которые позволяют нам вводить данные и выводить данные. Функция тема, и мы можем теоретическую только часть на часов 5 раскрыть. А еще и практическую, это получится целая книга по функциям. Наша задача сегодня сделать маленькое касание, чуть-чуть глубже понимать функцию. Те функции, с которыми мы сейчас работаем, чтобы шаг за шагом эту тему в дальнейших уроках раскрывать. Давайте дадим такое неформальное определение функции. Функция это некоторая подпрограмма. Это какие-то там куски кода, корректно написанные на том языке программирования, на котором, например, пишем мы. А может быть и на другом. В принципе, не столь важно. Для нас функция это некий черный ящик. Внутри какие-то программисты, либо мы сами, либо другие программисты, написали какие-то полезные команды, комбинацию полезных команд, какие-то алгоритмы, какие-то действия. И, соответственно, мы эту функцию просто вызываем, и происходит некоторая магия. Для нас некоторая магия. А все внутри там спрятано. Некая такая абстракция. Нам выкинули, говорят, вот есть функция alert, которая показывает сообщение. Безусловно, ты можешь воздействовать на то, какое именно сообщение покажет эта функция. А иначе пользы от этой функции было бы немного. Поэтому ты можешь передать в эту функцию данные, либо непосредственно сразу строковые данные, либо переменную, которая ссылается на строковые данные, как в нашем случае переменная message. Функции, чтобы ими было удобно пользоваться, могут иметь названия. Как, например, функция alert. Если у нас есть название функции, мы можем написать название функции, поставить круглую скобку, закрыть круглую скобку, и тем самым активировать функцию. Естественно, еще раз напомню, что внутрь функции мы можем передать некоторые аргументы. Или же параметры, пока будем воспринимать это как синонимы. То есть что-то, что мы как бы параметрами накрутили функцию, а потом говорим запускайся. И функция отработает для нас в том режиме, в каком нужно. Давайте запустим нашу функцию alert. Мы видим сообщение IT-инкубатор. То есть давайте немножко поразмышляем. Почему, очень важный момент, почему функция для нас, как для пользователей этой функции. Давайте другое слово сейчас назовем, как клиентов этой функции. То есть буквально мы, пользуясь этой функцией, являемся клиентами этой функции. Как бы интересно, да, и смешно немножко звучит, но так есть мы клиенты. И нам не важно, как именно появилось это окошко, почему у него синий окей кнопочка. Почему здесь что-то написано. Почему у нас там в браузере, например, это окошко появилось над всем контентом, если бы у нас тут был контент. То есть мы отпускаем эти детали. Мы не хотим о них думать. Нам дают некую абстракцию. Браузеры дают, говорят, эй, я браузер Chrome. Все браузеры ведут себя одинаково. Говорят, вот у меня есть функция alert, вызывая ее, чтобы я, браузер, показал такое окошко. Программисты, которые программировали браузер, они запрограммировали эту функцию. Почему это черная коробка еще? Потому что программисты браузера написали в этой черной коробке кучу кодек, который и показывает это окошко. И все, что сделали разработчики этой функции, они предоставили нам возможность эту функцию вызвать и возможность в эту функцию что-то передать. Такое слово, как бы интерфейс функции. То есть то, как мы с функцией взаимодействуем. Помните, интерфейс это что-то, как мы с чем-то взаимодействуем. Есть интерфейс программы, например, пользовательский интерфейс UI. Есть интерфейс, например, как с нашей программой взаимодействует другая программа, application programming interface. И вот, грубо говоря, то, как пользоваться функцией, это тоже некоторое такое API. API функции. Еще такое есть название, как сигнатура функции. Пока что можете ее не запоминать, со временем, со временем я буду это произносить, произносить. Это у вас в голове отложится. А пока просто запоминаем еще раз. Название функции, в нее что-то передаем. И эта функция что-то делает для нас полезное, как, например, функция alert нам что-то отображает. Досматривайте видео до конца. Для более любознательных и продвинутых я в конце покажу несколько интересных приколюх. Привет, Мурычу. А пока что давайте перед функцией alert кое-что допишем. И попробуем понять, а почему мы так вот написали, что это значит. Что мы сделаем? Мы сделаем window.alert. Сохраним. И проверим, что наше поведение не изменилось. Наше поведение не изменилось. Но что такое window? И что такое точка? И что такое alert? Ну, как будто мы уже знаем, что значит вот эта вот часть с левой стороны. Это объект, друзья. Window это объект. Объект? Да, ребят, это, скажем так, еще один тип данных. Мы там знаем про строки, мы там знаем про числа, мы там знаем про булевые переменные. А это еще есть какие-то объекты. Я нарочно эту тему пока что не трогаю, чтобы мы попользовались пока что объектами. А потом начнем с вами копать глубже и разбирать, зачем нам объекты и как нам создавать свои собственные объекты. Но в двух словах все-таки я вам немножко объясню и покажу некоторый код. Так, коснемся этой темы. Объекты, друзья, в программировании это буквально как объекты в реальном мире. Объект обладает какими-то характеристиками и умеет делать, выполнять какие-то действия. То есть это такая вот совокупность, как бы в одном месте у нас собирается что-то, что вот характеризует, собственно говоря, этот объект как нечто вот умеющее выполнять что-то над тем, что принадлежит этому объекту. Например, мне принадлежат ноги, я могу прыгать этими ногами. Мне принадлежат глаза, я могу смотреть этими глазами. Мне принадлежат роты, там пищеварительные системы, я могу есть, говорить. Мне принадлежит мозг, я могу думать. Собственно говоря, объекты в программировании вот таким вот образом можно создавать с помощью фигурных скобок. Таким образом мы как бы объединяем внутри что-то. Я здесь сейчас оставил только какие-то действия. Но когда мы создали объект, естественно мы создали переменную, которая ссылается на объект, который мы создали. По аналогии со строками, с числами. И дальше мы можем обращаться к этому объекту через объекту, через этот идентификатор, через эту переменную. И давать этому объекту некоторые команды, которые были определены в этом объекте. Например, man, точка. То есть если мы видим точку, с левой стороны от точки у нас обязательно объект. А справа функция, которая принадлежит этому объекту. То есть функция, вспоминаем черный ящик, который выполняет какую-то для нас операцию. Нам не важно, как именно человек идет, как именно человек ест, как именно человек поет, как именно человек поет еще раз. То есть мы благодаря тому, что закинули какую-то логику под программу внутрь функции, мы можем вызывать эту функцию многократно, как мы делали с алертом. И просить человека спеть. Мы, безусловно, могли бы сюда передать тех песней, которые человек должен спеть. Мы могли бы сюда передать еду, которую человек должен есть. то есть буквально понимаете какая какая интересная штука это немножко попахивает ооп программированием объектно-ориентированным программированием когда у нас есть объекты и мы с помощью этих объектов комбинация этих объектов моделируем какую-то вот предметную область какой нибудь какой-нибудь реальный мир бизнес который мы пытаемся автоматизировать но это было так вкратце соответственно возвращаемся в наш код и так что же это за объект windows такой это некоторый объект глобальный объект назовем его так очень важный объект для браузера он имеет особое значение это объект который по сути является некой такой проекцией вот этого окошка буквально который мы видим вот во вкладке это вот windows а вот это вот все что вот у нас здесь браузере происходит окно для того чтобы мы могли с этим окном каким-то образом взаимодействовать например мы говорим и окно понимаете сейчас как это теперь выглядит буквально эй объект окно типа и чувак покажи алерт сообщение ты же окно это уж тебя там выскакивают другие маленькие окошки покажи пожалуйста окно с и у таким вот сообщением и windows такой сср идет показывать нам это сообщение и вообще говоря когда функция принадлежит какому-то объекту является его частью по сути мы должны всегда с левой стороны писать этот объект обращаться к объекту только потом к его в действию какому-то но windows носит определенный такой глобальный характер имеет особое значение в браузере поэтому допускается его не писать как бы и так понятно скажем так что обращение идет к этому объекту например других языках программирования такого допущение может быть не позволительным и мы обязаны обязательно написать тот объект которому принадлежит функция но функция может в разных языках программирования и не принадлежать непосредственно объекта в javascript в том числе функция может и не принадлежать никакому объекту и мы можем просто вызвать по имени но эту тему будем ковырять с вами дальше к объекту видео мы вернемся чуть-чуть попозже. Закомментируем пока эту строку. А сейчас давайте обратимся к другому объекту. Документ. Буквально представляете, другой объект, какой-то человек, который умеет что-то делать, но связанное уже не с окном, а связанное уже с документом. Сейчас подумаем, что такое документ. Давайте скажем, эй, документ, в write, напиши мне сообщение. Давайте все то же самое. ITIncubator.io. Сохраняем и, внимание, мы видим сообщение, которое написано прямо вот здесь. Вот. Круто. По-моему, очень круто. Давайте, ребят, обратимся к еще одному объекту, к еще одному человечку, который обладает своей зоной ответственности и обладает своими возможностями. Человек может есть. Windows может делать alert. Документ может делать в write. А консоль, консоль.log может логировать. Логировать это буквально означает то же самое, что по сути и записывать, писать что-то куда-то. ITIncubator.io. Нажимаю сохранить. Вижу все то же самое. Где мужевой консоль.log. Так вот. Windows. Windows это объект, который отвечает за, по сути, вкладку. За вкладку, за окно, за... Является тем самым окружением, фактически, в котором и выполняется наша программа. Документ, он отвечает за работу с внутренностью, которую мы видим в браузере. А что мы видим в браузере? Мы видим HTML-документ. Соответственно, вот этот вот документ, это нечто, что вот как бы представляет всю HTML-ку, всю разметку, которая там превратилась в определенную там совокупность объектов и так далее, тема отдельного разговора. А консоль, она отвечает за консоль, консоль, которую мы можем увидеть в браузере на кнопочку F12, консоль разработчика. Соответственно, у нас есть три варианта с вами, как мы можем делать output для нашей программы. Как наша программа может данные выводить, обеспечивая тем самым output. То есть у нас есть два понятия таких input, output. Вот, по сути, вывод. Сокращенно IO. О. Часто будет такую аббревиатуру видеть, не пугайтесь, означается вход-выход. В разных контекстах может использоваться. В нашем случае мы будем использовать эти термины для того, чтобы определить, какие данные пользователь вводит в нашу программу, делая пользовательский input, user input, и какие данные наша программа выкидывает наружу пользователю, чтобы пользователь это увидел. Пользователь у нас может быть пользователем, который пользуется нашим проектом, непосредственно нашим сайтом в данном случае, нашей HTML-страничкой. И у нас два варианта есть. Видеть это через Windows Alert и видеть через DocumentWrite этот текст. И есть еще вариант output через консоль. Это, скажем так, максимально девелоперский. Девелопер-разработчик, да, максимально разработческий подход. То есть мы как программисты, девелопер-разработчик-программист-кодер, синонимы. Мы как программисты чаще всего будем использовать с вами консоль лог. Но так как мы все-таки сами пытаемся делать одновременно, изучая программирование еще, и делает какие-то полезные программки, поэтому мы время от времени будем пользоваться, я бы сказал, частенько будем пользоваться, и вот этими двумя способами. Консоль лог оставляет только для случаев, когда нам нужно что-то там залогировать, логировать, значит, откинуть, закинуть в консоль, напечатать в консоли, чтобы там немножко понять ситуацию, в которой оказалась та-либо иная переменная, значение, наш алгоритм. В общем, к консоль логу мы вернемся чуть-чуть с вами попозже. Давайте научимся с вами данные вводить в программу, обеспечивая пользовательский юзер-инпут, ввод данных. Windows Alert – это функция, которая показывает сообщение. Когда функция отрабатывает, вспоминайте такое наше большое приложение, которое мы делали, я об этом рассказывал. Это черный ящик. Каждый черный ящик, подразумевается, что это функция, которая запустилась, запускаемую функцию скобочками, после отработки функции исчезает и возвращает после себя какое-то значение. Так вот, и Windows Alert, и DocumentWrite после себя возвращают Undefined. Undefined – это значение, это тоже на самом деле некий такой тип данных, похоже на число, строка, булевое значение, объект мы с вами узнали. И вот мы сейчас пополняем коллекцию типов данных, которые у нас есть, об этом мы потом будем говорить более детально и подробно. У нас еще Undefined, то есть как бы не определено. Вспоминайте, когда мы определяем переменную, но не присваиваем ее значение, у нас появляется внутри этой перемены, эта перемена ссылается на Undefined. Как бы значение этой перемены, по сути, равно Undefined. Так вот, такая же ситуация у нас происходит, когда мы вызываем эти функции. Поэтому нет смысла нам слева от Windows Alert ставить какие-то переменные, типа консоль, месседж. То есть эта строка ничего не значит. Это буквально значит, я объявил переменную месседж, константу месседж, которой я присвою значение, которое мне вернет функция alert, которую я забираю у объекта Windows. Но функция alert возвращает Undefined, поэтому в переменной месседже будет Undefined. Мы можем это проверить с вами. Для этого я открываю Sources, я ставлю... Одну секунду. Я ставлю точку останова, я кликаю сейчас Index.html, я нахожу свой код и ставлю здесь точку останова, обновляю, пересохраняю страницу, программа перезагружается, и я вспоминаю F10, начинаю шагать. И вот я шагнул, F10, сообщение, нажимаю ОК, пошел дальше, смотрю на месседж переменную, а в ней сидит Undefined. То есть в ней ничего нету, потому что функция alert вернула нам ничего, вернула нам Undefined, по сути. То же самое делает и в write. То же самое делает и консоль log. Если я переменную бы здесь написал, я бы здесь увидел. Все то же самое. Нажимаю кнопку play, как я люблю ее называть. И идем дальше. А какая функция нам может позволить ввести данные пользователю? Мы ее прекрасно знаем. Это функция prompt. Мы передаем в нее также сообщение message. Промпт показывает нам диалоговое окошко, позволяет нам ввести туда какие-то данные. И те данные, которые ввел пользователь, после отработки данного окошка, данной функции, это значение присвоится в переменную, которую мы объявили с левой стороны. Поставь, пожалуйста, лайк. Кстати говоря, очень нужны вот эти вот численные показатели. Будет тебе очень сильно признателен. Давайте проведем с вами такой небольшой эксперимент. Вместо window alert напишем window prompt. Пишите аккуратно. Типа, напиши что-нибудь. Write something. Напиши что-нибудь. Нам такое сообщение будет. Мы что-нибудь напишем. User input. User input. Пользовательский. Вот. И мы этот user input запишем обратно в output, но уже во write. В документ вот сюда. вот. Console.log пока с вами удалим. Сохраняем программу. Напиши что-нибудь. Hello. Нажимаю Enter. Программа. Вот это вызов этой функции нам вернет это слово hello, которое написал. И этот hello. Значение присвоится данной константе. И мы потом следующим шагом значение, которое сидит в этом user input hello, направим в поток вывода в document write. И мы увидим здесь hello. Некое такое как эхо практически. Да, такое есть. Ну, эхо. Короче, как hey, 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 hey. Давайте еще раз попробуем. IT incubator. Enter. IT incubator. Мы, друзья, в своей программе будем чаще всего преимущественно для пользовательского вывода ввода использовать window prompt, а для вывода документ в write. Я не хочу использовать alert, потому что эти алерты являются блокирующим поток. В общем, у нас все зависает, программа. В общем, много-много с этим такой некомфортности как пользователю, как просто пользовательский experience, опыт пользовательский не очень удобный. Не говоря уже про developer experience, experience, который опыт, который получает разработчик во время там создания программы. Давайте попробуем немножко сейчас разнообразить your text вот так вот сделаем конкатенацию строк сделаем, напишем your your input is ваш вот user input давайте user input is пользовательский вот is равен поставим здесь пробел сохраним введем что-нибудь hello enter user input is hello все, супер на этом, в общем-то практически у меня все. Небольшая, друзья, и вам домашняя работа. У вас там в программке сейчас в алерте выводится в той программе в сложной программе которую большую мы написали на прошлых уроках у вас в алертах выводятся там какие-то правильные ответы правильно-неправильно и так далее. Попробуйте вместо алерта заиспользовать документ в write вы столкнетесь с одной проблемкой смотрите с какой если вы напишите несколько раз документ в write давайте я продублирую эту же строку что будет произойдет смотрите сейчас я сохраню hello ой простите hello user input hello user input hello документ в write пишет все в одну строчку ну потому что так устроено HTML как бы мы не использовали даже там есть такая команда вроде бы write line write line но HTML нам легко не позволит этот write line сделать один из вариантов давайте передадим вторым параметром давайте после каждого write line в write документ в write будем писать еще один документ в write и будем в документ в html вски добавлять такой html тег бр перевод на новую строку давайте посмотрим сейчас hello hello опа теперь все как надо но если у нас будет таких документ в write много меня немножко конечно же смущает вот эта вот лишняя строка бр hello ее простая hello немножко смущает но приходится лишнюю строчку целую инструкцию целую команду функцию запускать смотрите какой небольшой лайфхак мы можем внутрь функции во время вызова закидывать ни один ни один кусок данных ни одну перемену ни одно значение да обратите внимание мы здесь складываем две строки ту строку которая у нас здесь явно определена и ту строку которая у нас определена вводится пользователем мы конкатинируем это превращаем в одну строку и передаем внутрь в write одно значение но мы внутрь этой функции в write можем передавать два значения для этого надо поставить здесь запятую и написать например строку tag bear в кавычках обязательно мы можем делать так в каждой при вызове при каждом вызове функции документ в write и мы получим тот же эффект проверяем hello все работает еще раз hello все работает и немножко у нас в одну строчку все записывается в общем-то не так уж и сложно это писать давайте пока будем писать именно таким образом для того чтобы обеспечить некоторое форматирование нашего пользовательского интерфейса чтобы он был красивеньким насколько это возможно нехорошая практика друзья использовать одинарные кавычки и двойные кавычки в перемешку если мы уже решаем использовать одинарную кавычку используем везде одинарную двойную значит везде двойную давайте я исправлю сейчас все на одинарную кавычку Одинарная кавычка является в JavaScript более распространенным способом объявить строковые данные, так как я являюсь .NET разработчиком по совместительству с JavaScript, в .NET, в C Sharp, там конкретно у нас двойная кавычка, и только двойная кавычка может означать строку. Соответственно, у меня небольшие такие вот конфьюз в голове, я путаюсь, но используем с вами одинарную строчку. И давайте еще раз по поводу этого второго аргумента, который мы передаем внутрь функции во время вызова этой функции. Давайте передадим такое же значение, например, вот такие подчеркивания. Смотрите, я сейчас сохраню, и видите, эти подчеркивания автоматически ввелись сюда. То есть второй аргумент означает некое такое дефолтное значение, которое будет здесь введено по умолчанию сразу. То есть первый аргумент говорит, я, вот смотрите, то есть идея, эй, я Windows, я такой чувак, который занимается окном, ты можешь вызвать, дать мне команду prompt, я покажу окошко, в котором напечатаю то, что ты мне передашь первым аргументом, потом поставь запятую и передай мне вторым аргументом, если хочешь, по желанию. Опционально, это называется, опционально, потихоньку запоминаем слова. Опционально, что ты хочешь, чтобы я сразу напечатал сюда, как какой-то уже введенный текст. Я тебе его напечатаю. А если ты мне его не введешь, то я здесь ничего не напечатаю. Документ в write такой же, то же самое, документ, эй, привет, я чувак, у меня есть команда write, сообщи мне, пожалуйста, что именно ты хочешь напечатать. Но ты можешь через запятую написать мне много чего ты хочешь напечатать, я это напечатаю как бы одним куском во время одного вызова в write. То есть мы через запятую здесь можем сделать вот так, один, два, три, мы можем много сюда передавать вещей, и они все у нас, и они все у нас, окей, пойдут, пойдут сюда. Ну, после бр, поэтому это так получилось, перенос строки, то есть, вот, идея такая, в общем. Не переживайте, ребят, с функциями и с аргументами, параметрами мы с вами поработаем. Пока что привыкаете к тому, что порой мы, не понимая точно, как работает тот либо иной инструмент, все равно его используем. Это одно из великих навыков программиста, уметь абстрагироваться. Мы нашли решение, как инженеры нашли какую-то деталь, знаем, как этой деталью пользоваться с помощью интерфейса, который, например, нам понятен, потому что мы видим розетка 220 вольт. Окей, знаешь, здесь 220, там, например, мы видим, ну, там 220 написано V вольт. Мы видим лампочку, значит, мы такие, ага, лампочка должна загореться и так далее. Здесь то же самое, мы видим некоторую функцию, некоторую черную коробку, некоторый механизм. Мы знаем, как им пользоваться, что надо передавать на вход, сколько нужно значений передавать на вход и что они делают. И мы пользуемся этим не сильно, вдаваясь в подробности, а как же на этом работает внутри. И я вам обещал приколюху, друзья, давайте, смотрите, пишем Windows, Windows Alert. Видим? Hello, супер. Ну, давайте перед Windows Alert создадим переменную, ну, константу, которая будет называться alert. И скажем, что tAlert равен 5. Хм, смотрите, у нас называется переменная alert. И функция, которая сидит внутри Windows, тоже называется alert. Я сохраняю и ничего не поменялось. Мало того, я могу сделать даже так. Приплюсовать, поставить здесь запятую. Внутри строки, в alert, если я не ошибаюсь, нельзя передавать, нельзя передавать, hello, да, вторым нельзя таким образом передавать, вторым аргументом. Поэтому мы делаем просто обычную конкатенацию. И мы получаем hello 5. Интересно, да, как бы вот имя дали переменной такое же, как и функция, которая принадлежит объекту Windows. А давайте поменяем не const, а let. Хм, все то же самое. Давайте нажмем его в 12. Еще раз перезапускаю программу. Убираю точку останова. Пока что. И вижу, что hello 5, все хорошо. А давайте мы не let будем использовать, а var. Let const var. Три различных способа объявить переменную. Сохраняем. И... О-о. Что здесь написано? Давайте посмотрим в консоли. Window alert is not a function. То есть, подожди, сейчас. Если я закомментирую эту строку, сохраняю. Увидели hello function alert. Ой, этот сложный код, который сейчас не хочу вам объяснять. Я уберу вот эту пока конкатенацию. Еще раз. Сохраняю. И вижу, hello. Как только я эту переменную, объявленную с помощью ключевого слова var, пишу здесь. Window alert is not a function. Хм. И что интересно, если я попробую, например, воспользоваться альтернативным способом. Например, документ. А давайте консоль. Лог как программист. Консоль. Консоль. Лог. И скажу, а ну-ка покажи мне, пожалуйста, что сидит внутри алерта. Естественно, это пятерка, да, как бы логично. Но alert это же переменная, которая ссылается на пятерочку. Действительно. Хорошо. А если я скажу, консоль лог, покажи мне, что сидит в window alert. И увижу тоже пятерку. То есть, когда мы объявили с помощью ключевого слова var, объявили переменную alert, мы каким-то образом перезатерли внутреннюю часть объекта window. Приколюха? Приколюха. И вторая приколюха, покажу вам. Вторую приколюху. Консоль лог. Давайте я сейчас здесь просто напишу hello. Hello. Консоль лог. Это объект, у которого есть функция. Мы говорим, эй, консоль, пожалуйста, залогируй, выведи сообщение в консоль hello. Аналогично мы делаем, например, с документом. Еще раз. Document.write. Hello. И мы увидим сообщение hello и в консоли, и в документе. Но мы можем что сделать? Сказать, эй, window. И здесь написать window, точка. Тот самый window, у которого мы раньше говорили, эй, window, alert, эй, window, prompt. И смотрите, все то же самое. И давайте попробуем с вами, если мы поняли вообще немножко то, что происходило в этом уроке, то мы сейчас должны уметь с вами расшифровывать. И я вас призываю учиться расшифровывать и понимать, что есть что в каждый момент времени. Давайте попробуем. Одним словом, что такое log? Одним словом, что такое write? Одним словом, что такое консоль? Одним словом, что такое документ? Одним словом, что такое window? Одним словом, что такое window? Одним словом, что такое hello? Что такое вот эта вот строка? Попробуйте одним словом охарактеризовать все вот эти вот маленькие кирпичики. Нажимайте на паузу и дайте свое определение. Однословное определение. А я даю вам свое определение Ага, начнем с Window После того, как мы написали window, мы ставим Точку с правой стороны Значит, мы у этого window хотим что-то взять Из этого объекта Что-то достать, ага, раз точка справа стоит Значит, с левой стороны это объект Соответственно, window это объект Что мы уберем у window? Мы у window берем Консоль Значит, консоль это что-то, что Принадлежит, лежит внутри window Внутри объекта window А чем является консоль, одним словом Тоже объектом, потому что мы дальше ставим точку И говорим, эй, консоль, которая Лежит внутри window, пожалуйста Залогируй мне сообщение Log Это, одним словом, функция Потому что мы ставим круглые скобочки, а значит мы вызываем Функцию, соответственно, смотрим по цепочке Функция, log Она является частью объекта консоль Объект является частью объекта window Аналогично здесь, write Это функция, потому что мы ставим круглые скобочки И запускаем эту функцию Соответственно, write это функция Она берется через точку слева от точки То, что слева от точки, это объект всегда Объект документ Справа от точки, то, что мы берем у этого объекта В данный момент у нас функция Поэтому как бы эту функцию берем и вызываем Дальше, документ это объект Это не функция, хотя она тоже стоит справа от точки Документ, как и write В write из-за скобок является функцией А документ не является функцией Документ, потому что мы не вызываем документ Если я вызову документ, у нас будет ошибка Window document is not a function Документ не функция То есть мы не можем вызвать не функцию А вот в write мы можем вызвать Да, смотрите, я в write могу даже ничего не передавать Вызываем, все хорошо, просто ничего не напечаталось Потому что мы не передали что? Что такое hello? Это аргумент То, что мы передаем во время вызова функции Называется аргументом Значение для параметра, который функция ждет к себе Тяжело законспектируй обязательно Переходи по ссылке, там будет тоже конспект Я эти все детали тебе распишу Window alert Window это объект Потому что мы его не вызываем Стоит точка, точка говорит, что это объект Мы берем alert Alert это функция, потому что стоят скобочки Значит это функция Hello это также аргумент, который мы передаем в эту функцию А если я перед window напишу window? Давайте попробуем Сохраняю Одну секунду Сохраняю Перезагружаю Hello Hello Window является Частью самого себя О, нифига себе А давайте напишем еще раз window Еще раз window Смотрим Hello Выскочил Hello Давайте подебажим Идем в SRC Sources Ставим точку останова здесь Увеличим Эту часть программы Увеличим масштаб Ctrl+, Ctrl- Можно увеличивать Уменьшать масштаб Перезапускаем программу Смотрим на window Window это Какой-то объект У которого есть Алерта То blurb То Cache is cancelled Короче много всего Это все из чего состоит Объект window Если мы перемотаем По алфавиту Где-то вниз То мы увидим Что у window Есть window Сам же этот объект Вспоминаем Что у нас Помните Мы говорили Когда переменные С вами объявляли Мы говорили Что переменные Это ссылка На что-то Что сидит в памяти Так вот Как бы window Это тоже Всего лишь переменная Которая ссылается На объект Который лежит в памяти И этот window Внутри этого window Ссылка на тот же Самый объект А в нем Есть ссылка На тот же самый объект И поэтому получается Объект 1 Но на него ссылается Много разных ссылок Вот такая вот Приколюха Поставь лайк Напиши в комментарии Какие приколюхи Знаешь Ты может быть По поводу Того что мы Сегодня Разбирали здесь Друзья Я надеюсь Было познавательно Полезно Если вам что-то Было непонятно Догуглите Воспользуйтесь Чатом GPT Пользуйтесь Чатом GPT Это очень классный Инструмент Для того Чтобы вести Диалог И быстрее Находить информацию Быстрее Чем в гугле Либо там На стоке вверфлоу Либо на LorengalScript.ru Либо на других ресурсах Переходи по ссылке Там будет скоро Конспект Или он уже есть Возможно Ты смотришь И важный момент Помни Что информацией Ты можешь сейчас взять Открыть Промпт Windows Промпт Windows Alert Console.log Начать гуглить Попадать в всякие справочники И увидишь Что Огромные Статьи На тему Каждого такого Маленького аспекта С огромными Количествами Деталей Которые тебе Скорее всего Не нужны Не спеши себя Погружать в детали Конкретных Маленьких вещей Потому что Нам иногда нужно Порой Абстрагироваться От деталей Наша задача С вами По крупицам По частицам Двигаться вперед Чтобы это было Интересно И чтобы это было Продуктивно Иногда полезно Себя вкинуть в детали Для ознакомления Для того Чтобы был контекст Чтобы вообще Представлять А что здесь Может быть еще Это очень классно Порой классно Сесть и прочитать Весь LorengalScript.ru Чтобы просто иметь представление Хотя ничего не понимаешь Что происходит Можете себе такое тоже Позволить И возвращаться сюда Для того Чтобы расставить Точки над И посмотреть А как же этим Пользоваться При построении Программы Все друзья Большое вам спасибо За просмотр За обратную связь Увидимся В следующем В выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok